На земле большой У меня есть ты, так зачем она так быстро вертится? Отшумело, отцвело, замело метелицей Как забыть мне всё, что было у меня с тобой? Отболело, отлегло, к сердцу снова верится Что любовь ко мне вернётся раннюю весной Отшумело, отцвело, в жизни всё случается Жёлтым листопадом кружат прожитые дни Отболело, отлегло, но зима кончается И курлычат журавли, а наши о любви Привет, папа, можешь поздравить меня Я наконец-то решился Привет, девчонки Привет, привет Слушайте, а где найти Колчину? Так она на операции Как на операции? Между прочим, её сам профессор Фёдоров позвал к себе ассистировать Да, так что теперь наша Ирочка звезда Сколько у неё теперь завистников новых появится Я не знаю, как Оля Самина это переживёт Она же так мечтала, чтобы Фёдоров её позвал Да куда ей? Вон Стасик Рахманов всю жизнь в отличником А профессор позвал всё-таки Колчину А знаешь почему? Почему? Потому что она лучшая Всё, пока Пока Кто бы спорил? Мы не будем Нет Хорошая система, половина успеха Я там был, между прочим, с вами работать Спасибо, Алексей Фёдорович Ну что, спасибо Не надо, не надо скромничать У вас хорошая голова Крепкие руки Думаю, у вас впереди хорошие перспективы Вы отличным хирургом сможете стать Если не зазнаетесь Да мне это точно не грозит Ладно, сейчас пойдём в ординаторскую Попробуйте сами написать назначение А я проверю Ой, какие люди О, привет Какой бакет? Это не мне Нет, Олочка, это не тебе Я Колчину жду Где она, кстати, не видела её? Операция вроде уже закончилась А, её Фёдоров в ординаторскую повёл Только что-то они там засидели Ну я не знаю, может быть обсуждают итоги операции Что значит интеллигентный человек? Ни одной турной мысли не допускает Так, ты сейчас о чём? Ты правда не знаешь, что он бабник? Ты сама проверяла? Или бабка одна сказала? Потому что подружка, поэтому тебе правду и говорю Всё, давай, пока Да пока На сегодня всё, Ириша, отдыхайте До свидания, Алексей Фёдорович Жду вас завтра Пашка, привет Привет Как хорошо, что ты пришёл А почему ты мне не сказала, что ты ассистируешь Фёдорову? Я хотела сделать тебе сюрприз Да? Боялась заглазить Понятно Паша, представляешь Фёдоров предложил мне самостоятельно оперировать Да, а больше он тебе ничего не предлагал Паш, дала на тебя Ты не рад? Рад Такой шанс Слушай, а кому такие цветы красивые? Тебе, малыш Держи Спасибо Я поверить не могу Вот и работать в клинике Фёдорова Ну да Ну, на кого ещё надеяться-то ему, как бы на тебя А ты знаешь, что ты этот день запомнишь на всю свою жизнь? Знаю Пашенька У меня прям крылья выросли Я не в этом думал А в какую? Сейчас увидишь, пойдём Пашенька Так, Колчина Ирина Ивановна Будешь моей женой? Прямо сейчас? Прямо сейчас Если согласна, заявление подаём немедленно Паспорт есть? Да Но Никаких «но» Никаких «но» Главное, что ты сказала «да» А все «но» будем решать по мере поступления Договорились? Да Мам Павлин Павлин Уже три часа Ну, слушай, меня задержали на кафедре Да нет ничего серьёзного Ну, обедай без меня, не дожидайся Я не сяду без тебя обедать Ну, хорошо, я освобожусь Перезвание Договорились Угу Понимаешь, матушка у меня дама специфическая С ней такой разговор нужно начинать издалека Угу Вот А, ты ж понимаешь, такие вещи по телефону не сообщаются А меня, значит, можно вот так вот в ЗАГС пригласить Без предупреждения Если б я знала, я б хоть одёжку по-приличке Мальчик мой плачет, кушать хочет Но сейчас мамочка даст тебе консервов Сейчас, котик Так, где же они? Ага Ясно Розява Даша забыла купить ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло Соня Ты очень занята Я нет Слушай, не сочтись за труд Сбегай в магазин Купи для Стивочки консервов Да Ну, я Дашу отпустила, а Павлик задерживается А котик мой просит Да Конечно, конечно, Изольда Генриховна Я иду Ну что, давай вечером куда-нибудь съездим Отменим события Маша, может нам пора познакомиться с твоей мамой Заски такой день сегодня Подали заявку Понимаешь, малыш, к маме сейчас не здоровится У меня высокое давление Любая неожиданная новость может свалить ее А Давай лучше постепенно ее подготовлю Ты так беспокоишься, боишься обидеть свою маму Все будет хорошо Держи, до вечера Ладно Пока Пока Павлик 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 Изольда Генриховна Спасибо вам, конечно, за такие слова Моей Олечки Честно говоря, я и Паше с самого детства нравился Да только он всегда с другими романы крутит Оля для него просто друг-товарищ, он на нее не смотрит вообще Ольге похитрее надо быть Обаяния подключить Да разве ж я против Это ж такая честь для нас, Изольда Генриховна такая честь Ну ладно, ступай Мне передохнуть надо Я подумаю, как быть Придет Оля Пришли ее ко мне Хорошо? Хорошо Ну ступай, ступай Регистрация через месяц Ой, я такая счастливая Здорово Как раз ординатуру закончишь Получишь аттестацию и сразу под венец Та-та-та-та Та-та-та-та Эх, Ирка Такого парня подцепила Умереть не встать Да, Галин А мы с тобой поедем в какую-нибудь тьму тараканью Бабушкам и дедушкам клизмы прописывать На периферии можно стать отличным врачом Это же практика великое дело Даже Чехов говорил Ставлю земского врача выше профессионального Угу Тебе хорошо говорить Ты в Москве остаешься Ай, Галь, прекрати Ты вот что скажи Нас на свадьбу позовешь? Да Ну с ума сошли Конечно позову Куда же я без вас Спасибо Спаследок голодной смерти Галь Дай телефон позвонить Мне совсем деньги закончились Надо как-то маму обрадовать Давай от комендарша Она по межгороду не разрешают Так я ее отвлеку Угу Удачи Спасибо Ну вот почему Кому-то все А кому-то ничего Ой, была бы у меня фигура как у Ирки Все б мужики были мои Ну На нет Сюда нет Привет, мам Тебе можно? О, какие люди Давно не виделись Да зашла на секунду А тут тепло Ну что, опять давление? Да, подскочила Ой, сегодня такой тревожный день Стива остался без корма Он так плакал, так плакал У меня сердце чуть не разорвалось Кофе убежал Все одно к одному Вот спасибо Ольге Да Так, кстати, зашла Помогла мне лечь Давление измерила Да, с соседями нам повезло Ну ладно, Оль, спасибо Дальше я сам Да, ну если что-то надо, звони До свидания До свидания, Олечка Мама Ну в конце концов Нельзя же так расстраиваться Из-за кота, а? А ты, Стива Если еще раз расстроишь маму Окажешься на улице Понял меня? Потом Кофе тебе нельзя У тебя же давление Ну так Ну пойди поешь Даша приготовила обед Рима Васильевна Зайдите в нашу комнату На минутку Очень надо Ну всем я понадобилась Ну прямо В одну секунду Ну что там у вас случилось? Вот там узнаете Ну очень надо О, Рима Васильевна Проходите, Паша Рима Васильевна, очень совет ваш Да, садитесь Вот тортик мама передала Спасибо Спасибо Рима Васильевна, у нас тут такое дело Угу Какое дело? Представляете, у нас Ира Колчина замуж выходит На свадьбе через месяц Да, за Пашу Мишина За сына академика Мишина, что ли? За него Вот повезло девчонке, а? Клавка, завидуй молча Молчу Рима Васильевна, подскажите, что ей такое лучше вот на свадьбу-то подарить? Да, а то мы уже голову сломали Вы кушайте, кушайте А что если? Сервис? Деньги Свадьба через месяц Почему не приедешь? А что с ним? Хорошо, я передаю, посмотрю обязательно Передаю привет Николу Николаевичу Ну конечно с Пашей Ладно, мама, я не могу больше говорить, извини Целую Ну как, вкусненько? Угу О, а вот и наша невеста Ой, поздравляю Спасибо Говорят, генеральской снохой станешь Да, почему? Пашин папа был хирург Ой, дурочка ты, дурочка Колчина Генерал он был Медицинской службой Так что будь счастлива И дай Бог, чтоб твоя будущая свекровь стервозной не оказалась Спасибо Девчонки, а чего это я у вас так засиделась? Да Ой, нет Пора и честь знать Поздравляюсь Чтоб тут успела Молодец, Асяк Чтоб тут успела Молодец, Асяк Тогда и будешь предъявлять претензии своей жене А не домработнице Даше Вот, кстати, мама, я как раз хотел тебе сказать, что мы Вот я все понимаю, давно пора Ольга хорошей женой тебе будет Трудолюбивая, налей Исполнительная Ну, не красавица, конечно Ой, но нашу породу трудно испортить Мама, сколько раз я тебя просил, не надо мне никого сватать Хорошо, хорошо, успокойся Я о другом хотела с тобой поговорить Сегодня я звонила старым папиным друзьям И договорилась с ними о работе для тебя О какой работе? О аспирантурах? Наука сегодня не перспективна Во вторник утром пойдешь в Роспотребнадзор к Сергею Ивановичу Им как раз и нужен такой молодой, энергичный эпидемиолог Будешь работать в службе старшего санитарного врача России Всю жизнь ползать по свинарникам, искать вирус гриппа Ходить по магазинам, выискивать тараканов, этого хочешь Ну и что, и среди эпидемиологов тоже были великие светила медицины Пастер, Мечников, Гамалея Откуда такие познания, мам? А ты что, забыл, что я закончила мединститут? А микробиологом мне стало лишь только потому, что я посвятила жизнь Твоему отцу и тебе, мой дорогой Пашенька При няне и домработнице СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Ты куда? К Стасику или к Леве? Нет, мама, ни к Стасику и ни к Леве У меня сегодня свидание С Ольгой? Мам, я сто раз говорил тебе, с Ольгой мы просто друзья А свидание у меня с Ирой Колчиной Она тоже медик, мы познакомились с ней О, Боже! И ни слова матери Как ты сказал, ее зовут? Ирина Колчина Она Собирается стать хирургом Сам профессор Федоров сказал, что она будущее российской хирургии Она сегодня ассистировала ему операционной Операционной Как ты посмел произнести в нашем доме имя Федорова? Он же злейший враг твоего отца! Мама, не преувеличивай! Никогда профессор Федоров не был врагом нашему папе Ну, расходились они в медицинских методологиях Ну и что? Я ничего не хочу больше слышать об этой Ирине Раз она ученица Федорова и ни слова больше Боже, как мне плохо! Где мои таблетки? Где мои таблетки? Так, мама, ты уже сегодня выбила одну таблетку, тебе достаточно В конце концов, Ира хорошая девушка Когда вы с ней познакомитесь, ты ее обязательно полюбишь Павлик, ты собрался жениться? Мама, перестань! Если хочешь, мы сегодня можем прийти с Ирой попить чаю И ты сама с ней познакомишься Нет, только не сегодня С меня хватит этих стрессов Ишь ты Ученица Федорова И за какие такие таланты Перестань, ты неисправила Все, пока! ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло! Соня, Оля дома? Нет? Ну, приходи ко мне, немедленно Да, хорошо Соня, Ольга рассказывала тебе, что Павлик водит шуры-муры с какой-то девицей Ой, как ее зовут, забыла Сейчас, с Ириной Колчиной Да, что-то вскользь говорила Понятно Соня, а ты не помнишь, как я упросила своего мужа, покойного, пусть земля ему будет пухом, чтобы он выбил вам квартиру в нашем доме? Ольгу твою с троечным аттестатом И я устроила в мединститут Сколько добра я для вас сделала Разве я не вправе рассчитывать на вашу благодарность? Да я же всей душой И Оля тоже Мы же с тобой договорились, поженить наших детей У тебя что, память отшибла? Если бы я знала Сразу же, что он встречается с какой-то Ириной Колчиной, я бы сумела пресечь эту связь Изольда Генриховна, я просто подумала, дело-то личное, а вдруг вы обидитесь или не дай бог Паша узнает Она подумала, видите ли, не надо было думать, надо было сразу прийти ко мне и все рассказать Паше не нужна, жена хирург, к тому же какая-то порвеню, да ты мне ноги должна целовать только за то, что я твою Ольгу своему сыну в жены выбрала Правду говорят, ума нет, считай калека Изольда Генриховна, простите меня, дуру я, я виновата Вы только не нервничайте, вам же нельзя так переживать, а там оно, оно может быть еще все образуется Паша, он, он горячий, увлекающийся, дело молодое На, ты права, увлекающийся Оля, дай хоть разогрею тебя Времени нет, все, через час у меня уже лабораторная, он забежал просто перекусить Меня опять Изольда сегодня измучила Ага Паша, я ей своей девушке рассказала, так она и зашлась вся Почему я самое последнее все узнаю, почему Оля мне ничего не рассказала Почему Оля? Ты представляешь, что бы было, если бы Паша узнал, что я мамаша проболталась Да он бы до конца жизни меня не простил Он меня другом он считает, вот объясни мне, почему мужики все такие слепые и наивные Дочь, ты должна была ей все рассказать Ничего я ей не должна Но она действительно очень много для нас сделала И потом, глядишь Чего глядишь? Ну что глядишь? Да нет, быть снохой Изольда это относительное счастье Всю жизнь придется в поиск кланяться и за каждый чих благодарить У нас такого мужика, как Паша, можно и Изольду потерпеть И покланяться, кстати, да? Ну я ушла, пока Ну как и следовало, в общем, ожидать Как только я рассказал маме о тебе, у нее сразу подскочило давление, температура Естественно Хотя, в принципе, она должна была быть готова к этому Все-таки ты взрослый мужчина Ира, ну пойми ты, она всю жизнь посвятила меня и папе Теперь смыслом ее жизни являюсь я Значит? Ну, значит что Я, наверное, обещаю тебе не самую легкую жизнь Ну, в конце концов Тебе выбирать Гажуси, может я тебе или нет Ну, я тебя люблю, хочу быть с тобой Ну, такое у меня предание Ну, конечно, мы будем жить отдельно Но если не каждый день, то хотя бы раз в два дня мы будем обязаны ее навещать Я поняла Паш, я тебя знаешь как люблю Так сильно люблю, что я смогу полюбить твою маму И вот прямо сейчас я хочу с ней идти знакомиться Ну, не сейчас, давай завтра Ну, завтра я не могу, у меня завтра вот обход больных И еще в среду мне надо помогать, ассистировать на операции Федорову Кстати, по поводу Федорова Эту фамилию в нашем доме произносить запрещено Я знаю об этом споре академика Мишина и Федорова Обещаю не нервировать твою маму Да Слушай, ну может нам Может нам Перенести тогда свадьбу Ты передумала мне жениться? Нет, я не передумал, но раз у тебя нет времени познакомиться даже со своей будущей свекровью Может тебе и на свадьбу времени Ну ладно, давай знаешь как в четверг После конференции, она закончится в пять часов, мы пойдем знакомиться с твоей мамой Шесть часов, договорились? Ну хорошо, давай, прекращу эту перестанину, пойдем Так ЗВОНОК В ДВЕРЬ Оля, ты почему без звонка? Это же дурной тон, милочка У меня просто для вас новость, поэтому я подумала не по телефону С Пашей что-нибудь? Все нормально, с Пашей все нормально, просто он женится Они уже заявление подали Он вам не говорил? Колчина с нашего курса, из деревни какой-то Привенциалки, знаете, не вцепятся вот мертвой хваткой Трудоголичка Любимица профессора Федорова Нам только этого не хватало Встанете через месяц Все кровью А ты ничего не сочиняешь, милочка? Да, своими ушами слышала только что Квартиру собираются снимать Ну пусть помечтают А ты иди, иди, милочка, спасибо, что не забываешь Да, да, да ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Павел Петрович, академик Мишин Вам не родственник? Я его сын Ну надо же, а что ж вы не пошли по родительским стопам? Ваш батюшка был хирург, божьей милости Ну, знаете, я вида крови боюсь Я на первом курсе анатомической упал в обморок Ну, вида крови я вам не обещаю Вот всяких микробов, паразитов, вирусов, всякой нечисти, сколько угодно Работа у нас, Павел Петрович, не самая приятная Установление и устранение причин возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний Участие в санитарно-эпидемиологических экспертизах Потом очень много поездок и бесконечный контроль, контроль, контроль И еще раз тотальный контроль Ну ты не стесняйся, ешь, угощайся Тарталетки свежие Даша только приготовила Нет, нет, что вы Я и не хочу вовсе Ай, будет тебе, не хочет она Мы же с тобой сто лет знакомы, я тебя насквозь вижу Ну, конечно, ты к деликатесам непривычная Ну вот Ой, вот какая у меня проблема, Сонечка Павлик Решил жениться Не на Ольге, к сожалению А на какой-то выскочке, провинциалке Протеже Федорова Но этого никогда не будет Давай думать, как расстроить их отношению А тогда и... Изольда Генриховна, ну что мы можем тут сделать? Павел взрослый мужчина Надо принять его выбор Ну, может, девушка и неплохая Ну, а не приживется, так квартиру разменяете, разъедетесь Ты с ума сошла, Соня О чем ты говоришь? Как была дурой, так и осталась Значит так Я все придумала Ольга должна соблазнить Павла и забеременеть Изольда Генриховна, дорогая Такие дела по приказу не делаются Да и не нравится Паша Олюшка Ну зачем им обоим жизнь ломать? Ой, что-то бок колет На погоду, что ли, ой Вкусно? А, то-то же Не хотела она, видите ли Спасибо Спасибо А все-таки жаль Жаль, что вы не пошли в хирурги Такая династическая ветвь пропадает Почему же пропадает? Наоборот, династия Мишиных остается в хирургии Моя будущая жена сейчас ассистирует профессору Федорову Так вот он считает ее будущим российской хирургии И когда мы поженимся, Ирочка Мишина будет отдуваться на всю династию Ой, узнаю, узнаю, узнаю светлую голову вашего батюшки Все заранее предусмотрел Я желаю вам удачи Спасибо большое Да, будьте здоровы Да-да, малыш, привет Слушай, я уже освободился Здорово Ну давай, договорились Через час Зажим Возьми лучшую И сейчас подождите, профессор Слушаем? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вам плохо? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мы просто, на газ стекла, работаем Зажим Возьми лучшую Положите, профессора Еще зажим Слушаем Ну и рыботенку ты мне, мама, сосватала Спасибо тебе огромное Эта старая пит tourressа мне целый час рассказывала Как интересно возиться в грязи Лазить по помойкам Ничего ты не понимаешь, Павлев Сегодня, когда у нас появилось так много импортных продуктов В контрафакта санитарный врач стал заметной фигурой. Это же контакты с поставщиками импорта, поездки за границу. Напишешь кандидатскую, потом докторскую, станешь доктором медицинских наук, как твой отец. Да. Когда ты выходишь на работу? Послезавтра. Кстати, о сватовстве. Когда ты приведешь Ирину познакомиться? Когда захочешь. Ну, приводи сегодня. Нет, сегодня она не может. У нее сегодня первая самостоятельная операция с профессором Федоровым. А, что-то быстро ее допустили до самостоятельной работы. Говоришь, с Федоровым? А не любовница ли она его? Так, мама! А что ты так на меня смотришь? Лешка Федоров всегда был бабником, а она второй раз ему ассистирует. Ну, при чем тут это? Он считает ее лучше своей ученицы. Ну, в общем, так. Завтра же приводи лучшую ученицу, жду к пяти. Тогда к шести подъедем. У нее до пяти на кафедре конференции. Боже мой! Еще не окончила ординатуру, а уже вся в дела. Как же ты собираешься жить с такой занятой женой? Послушай, мама, я разберусь сам. Я решу проблему. Не волнуйся. Нет, мой дорогой, это я буду разбираться и решать с ней проблему. Мама! Я прошу не вмешиваться в мою жизнь. Павелик, что с тобой? Я же тебе не возражала. Я не возражала тебе. Но то, что ты позволяешь говорить со мной в таком тоне, я думаю, это ее влияние. Мама, ну прости. Ну все, мам, ну прости меня. Бог простит. Завтрак к шести, жду тебя с твоей Ириной. Завтрак к шести, жду тебя с твоей Ириной. Извините, Алексей Федорович, за резкость. Не надо извинений. Сам виноват. Не вовремя полез со своим замечанием. Мне для вас, Ирина, подарок. Этот скальпель мне подарил выдающийся хирург Николай Михайлович Амосов. Я проходил у него стажировку в Киеве. Так вот, теперь я передаю его вам, коллега. Примите, заслужили. Спасибо, Алексей Федорович. Поздравляю, поздравляю, Ирочка. С великолепной проведенной операцией, с почитом. Теперь, дорогая, давайте с вами попьем чай. У меня великолепный английский чай. Извините, Алексей Федорович, мне в реанимацию. Ладно. Посмотреть, как там прописано. Конечно. Конечно, Ириша. Поздравляю еще раз. Спасибо. А ты ешь, ешь. Здоровее будешь. А что такое? Это же бублики. Угу. Клава. Привет. 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 Я в магазин. Идешь со мной? Ой, нет. О, слушай. Я травилась. Ты как, нормально? Ой, дорогачечка. Малышка. Ммм. Ты что съела? Да какая разница, что съела? Давай, иди скорую вызывай. Ой, не надо скорую. Девочки, я беременна. Слушайте, мне так плохо. Водички принеси, а? Залетела, да? Кто? Пашка? Да какая разница? Иди воды привези. Давай, давай. Слушай, я тебя поздравляю. Но ты, главное, не волнуйся. Свадьба у тебя через три недели. Через три недели выйдешь замуж. На свадьбе живота никто не увидит. Пашка знает? Не знает. Я сама только сейчас узнала. А. Господи. Слушай, главное так все не вовремя. Это аттестация. На работу устремиться надо. Слушай, тебе сейчас о свадьбе думать надо. Вот что главное. Аттестация. Пройдешь ты свою аттестацию на раз-два. А Пашка, ты представляешь, как Пашка обрадуется. Ой, я не знаю. Ты знаешь, он так маму своей боится. Только она скажет аборт делать. Никаких гвоздей. Пей. Спасибо. Пей, пей. А маму никто слушать не будет. Не захочет, не надо. Сама родишь, сама воспитаешь. Федоров тебе и животом так возьмет. Поэтому, кстати, как операция. С тобой предложила оперировать. Иди ты. Сама оперировала. Ирка. Ирка, ну какая ты счастливая. Все разом на тебя свалилась. И операция. И свадьба. И ребенок. Не надорваться. Не надорвешься. Права не имеешь. Ты теперь надежда российской хирургии. Да. Назвалась груздем. Полезай в кузов. Так-то, подруга. Кто бы спорил? Мы не будем. Ира, ну наконец-то. Сколько можно ждать? Опаздываем же. Куда? Ну как куда? Нас мама к шести ждет. Ой, совсем забыла. Давайте это купим, а? По дороге возьмем. Паша, привет. Ну, тебе, Ир, конечно, особый привет. Если ты с поздравлениями, то день рождения у меня в июле. Да ладно, еще ты прибедняешься. Институт вон ведь знает, что ты операцию с самим Федоровым делала. А потом его так осадила ему. Профессор, вы меня, конечно, извините, но дальше я сама. Да ты-то откуда знаешь такие подробности? Проверенный источник. Знаешь, Фаина, операционная сестра, доложила, говорит, сама операцию делала, а потом его чуть ли не матом посылала. Да, придумывали, а? Мне Федоров сразу предложил делать самостоятельную операцию. А матом я в жизни не ругаюсь. Ничего себе. Ты провела первую самостоятельную операцию в своей жизни. Ничего себе. Больной-то как? Выжил? Вроде да. Живой. Ладно, пойдем. Пока. Пока. Ну, ты даешь. Ира, что с тобой? Подожди, Паша. Что-то мне нехорошо. Тебе плохо? Ой, давай присядем. Давай присядем. Вот так. Уже лучше. Ты что, беременна? Ты не рад? Опа! Да... Да нет, как-то просто неожиданно все это. А ты что подумала? Я подумала, что ты не рад. И что ты хочешь, чтобы я избавился от ребенка. Да нет, я очень рад. Мама, наверное, рада будет. Наверное. Ой, только, пожалуйста, маме давай не будем пока говорить. А то она подумает. Да, ты права. Давай пока не будем ее... Кстати, у меня тоже новость. Я устроился на работу. Да. И что? Павел, это ты? Да-да, мама, это мы. Вот, мам, познакомься. Это Ира. Ирина Колчина. Здравствуйте, Изольда Генриховна. Здравствуйте, Ирочка. Так кажется? Да. Ну, разрешите будущей свекрови говорить вам на «ты». Конечно. Дай-ка я тебя рассмотрю, Ирочка. Все-таки будущая генеральская сноха. Невеста нашего с Петром Павловичем сына. Слышала про академика Мишина? Слышала, мам, слышала. А Ира вчера провела самостоятельную операцию. Первую в своей жизни. Ага. Павлик, пойди поставь чай. Прошу. Мама учитель начальных классов. Папа шофер, он погиб 15 лет назад. Я в седьмой класс ходила. Выходит, ты на одну стипендию училась? Да, ну, у меня была хорошая стипендия. Я хорошо училась и мама помогала. А чем же может помочь мама, учительница с нищенской зарплатой? Мама два года назад вышла замуж за адвоката. Ну, а потом я живу в общежитии, девочки помогают друг другу. Готовить умеешь? Умею, люблю. Это хорошо. Павлик любит. Хорошо и вкусно поесть. Чай готов. Паш, можно мне воды? Холодной. Тебе нехорошо? Сейчас. Ты не здорова? Нет, я здорова. Просто душно. Ну-ну. Держи. Спасибо. Может, вы поторопились со свадьбой, дети мои? Или спешите, потому что сроки поджимают? Так, мама. А ты вообще молчи, простофиля. А ты ловкая девушка, Ирина Колчина. Уже и забеременеть успела. Вот это хватка. Вот это напор. Решила, что заарканила генеральского сына Ирада. Богатой жизни захотела. Она все готовенькая. А ты хотя бы знаешь, от кого она беременна? Мама, Ира моя невеста, а ты позволяешь себе в таком тоне. А ничего, что Ира все время проводит с этим старым лавеласом Федорова. Все знают, что он благоворит к ней. И я знаю. Федоров так просто никогда и ничего не делает. Паша, попрости, я не могу больше здесь оставаться. Давай, папа. Да-да-да, пойдем, пойдем. Зря ты затеяла все это, мама. Ох, зря, зря. Мы все равно поженимся. Мы снимаем квартиру и будем жить отдельно. Приезжайте нам в гости, если захочешь. На какие шиши, интересно спросить? Не волнуйся, мама. Денежки найдутся. Уж то, что. А уж Мишины-то умели в жизни устроиться. Этого не отнимешь у них, верно. А потом, ты, наверное, забыла. Я сейчас санитарный врач. У меня высокая зарплата. Ты ведь меня за этим и устроила туда, правда? Сын, ты не можешь вот так оставить и уйти. Пойдем, пожалуйста. Нам нужно обсудить подготовку к свадьбе. Мам. Паша, пойди, чай поставь. Он, наверное, остыл. Поставь чайник. Мама, только я тебя прошу. Ну, я не съем твою Ирину. Не съем. Оставь нас. Тихо, тихо. Значит так. Будете вы жить здесь. Но мы хотели снять квартиру. Я еще раз повторяю. Вы будете жить здесь вместе со мной. И ты становишься членом нашей семьи. Это означает, что должна заботиться обо мне, о Павлике и смотреть за этой квартирой. Разумеется, конечно, под моим руководством. Тут опять прозвучала фраза про съемную квартиру. Надеюсь, вы не оставите больную женщину умирать в пустой квартире в одиночестве? Мама, ну что за черные мысли? Ну, перестань. Мы просто не хотели тебя стеснять. Моя семья меня стеснить не может. Когда вы регистрируетесь? Через две недели. Ну что ж, как будет, так и будет. Регистрируйтесь. Свидетелями будут Пашины друзья Стасик и Лева. С моей стороны будут две подружки по комнате. А мать с отчимом приедет? Нет, отчим болеет. Понятно. Закатывать пир в ресторане мы не будем. Будет обед дома. Тихо, скромно. Даша все приготовит, что нужно. Но, пожалуй, давайте прощаться. До свидания. Изольда Генриховна. Слава Богу, все обошлось. Свети, ты так думаешь? Угу. Паш, мне кажется, я не выдержу характер твоей мамы. Я не уверена, что справлюсь. Ну, перестань. Это от того, что она меня очень любит. А помнишь, мы хотели жить отдельно? В своей квартире. Глупенькая. Разве в этом дело? Главное, что мы вместе. Ты, я и наш ребенок. Да, долго Павел искал себе жену. И нашел провинциалку. Выскочку безродную. Возомнил о себе бог знает что. Так вы дали свое согласие на их брак? Пришлось согласиться. Представляешь, она уже беременная. Ни стыда, ни совести. Павлика настроила против меня. Квартиру собираются снимать. Это же надо что-то такое придумать. Ну, ничего, ничего. Я ей устрою красивую жизнь. Дома работницу сразу же уволю. Хоть на этом сэкономлю. Пусть сношенька трудится и за няньку, и за прачку, и за кухарку. Хм, а не понравится скатертью дорога, плакать не будем. Сейчас будем переодеваться, купаться, чистить зубы. Ты любишь, чистить зубы? Маша, ну что ты его все тискаешь, да? Какая большая девочка, уже пятил все как с куклой с ним. На. Да, Оль. Ну не плачь, мы сейчас придем. Софья Андреевна умерла. Оля, держись, милая. Ты ведь знаешь, Соня была для меня как сестра. Ой, пусть земля ей будет пух. Оль, заходи к нам в любое время. Ирина, ты идешь? Иду. Оля, сейчас Машу вложу к тебе, я перейду, помогу убраться. Рученьки. Ложись. Забирайся под одеялка. Давай. Да, котенок, да. Я тоже сейчас хочу больше всего это. Договорились. Давай минуту, через сорок. Ира, ну в конце концов, где мои клевые штаны? Рубашку в тон подбери. Паш, ты собирался дома сегодня работать? Срочно вызвали. Кафешку надо одну проверить. На них жалоба поступила. Ирина, почему мой халат находится в корзине для грязного белья? Я забыла постирать из Ольды Гидриханова. Это ты тоже забыла постирать. И это тоже забыла постирать. И это тоже забыла, когда в доме будет порядок. Ну что у вас опять за шум? Ну что за ругань? А потому что жена твоя рассамаха. У нее ни одной секунды, чтобы постирать дома. Зато она сейчас к соседям побежит. Слушайте, ну как уже мне надоели эти ваши вот склоки, передряги. Пока. Паша. На. Паш. Отдохни, я помой уже. Ой, давай. Давай, давай. Доброе, да? Легко быть доброй, да? Когда у тебя все есть. Муж красавицы. Дети. Квартира хорошая. Набивешься, как у Христа за папкой. А тут хоть лоб расшиби. Никогда ничего. Мама, я не чувствую. СМЕХ СМЕХ Только зря ты думаешь, что очень счастливая. Столько унижений терплю. Сил моих больше нет. Машку жалко. Так бы сбежала из этих генеральских хором. Паш. Паш. Паш, вставай. Вставай, а ты просперишь. Завтрак на столе. Маш, ты уже оделась? Зубы хорошо почистила? Хорошо, мама. Молодец. Сейчас будем завтракать. Давай иди на кухню к папе. Я сейчас приду. Ну и что, и по такому пустяковому вопросу ты звонишь ей прямо домой? Так, Маквильцын, субординацию пока никто ещё не отменял. Я всё ещё замначальника отдела, если ты не забыл. Всё я сказал, приеду, разберёмся. Пока. Доброе утро, папа. Привет, котёнок. Давай садись на стульчик и ешь кашу. А мама где? Одевается. Одевается. Так, вы сегодня обе капуши, я вас ждать не могу, я опаздываю на работу. Ты всегда опаздываешь. А ты становишься такая же бурчалка, как твоя бабушка. А вот и нет. Всё, Машу, я побежал. А кто же меня в детский сад завезёт? Мама отвезёт. Я же тоже на работу надо, она и так опаздывает. Ну... Ириш, я не могу вас ждать, у меня срочное совещание. Опаздываю. Пока. До вечера. Маш, ешь кашу и допивай сок. Мама тоже сама ничего не поела. Я поём в больнице. Я в пробке стою, что поделаешь? И так спешу. Начинайте без меня. Чёрт возьми, что у нас в конце концов происходит, а? Два дня лифт не работает, вёдра какие-то. Когда порядок в доме будет? Чёрт возьми. Ну, Павел Петрович, ну что же вы так волнуетесь? Всё хорошо будет. Изольда Генриховна, я вам там завтрак на столе под салфеткой оставила. Ира, у меня к тебе просьба. Купи мне, пожалуйста, 200 грамм сыра Дурблю, коробка конфет, клубника в шоколаде и упаковка хлеба. Английский завтрак в петербургской выпечке. Жирный сыр и конфеты не самая лучшая еда, особенно для вас. В вашем возрасте поднимется давление. Какая бестактность. Напоминает мне о возрасте. Пять лет ты уже живёшь в нашем доме, а хорошей манеры так и не усвоила. Я вам там овсяную кашу приготовила с курагой, сырники. Ты будешь диктовать, что мне есть? Ну, это неслыханно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Маша! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Оль, милая! Сознание что-ли потеряло. Валя, что случилось? Паша навезло тебя. Маша, постой, подожди меня, ладно? Не уходи. Оля! Не трогайте её, не трогайте. Оля! 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 Пусть выживайте скоро. Хочу отправить тебя в Полянск руководителем инспекционной комиссии. У нас документарная плановая проверка. Будешь инспектировать ресторан на гостиничный комплекс «Радуга». Ну, посмотришь, что там господа управляющие сделали для того, чтобы избежать массовых отравлений, вспышек кишечных инфекций. Проверим по полной. Все, как положено, по всем статьям. Главное, чтобы господа руководители поняли, как они должны себя вести, для того чтобы и дальше сидеть в своих удобных креслах. Спасибо за доверие, Сергей Иванович. Спасибо. Семеновна, я хочу Олю отвезти в больницу, мы скорой. Вы отведите, пожалуйста, из-за Генриха и Машу, ладно? Не волнуйтесь, конечно, конечно. Спасибо. Спасибо. Идите ее в клинику Федорова. Хорошо. Сейчас я дозвоню до приемного отделения. Помогите мне, пожалуйста. Алло, это Мишина. Готовьте операционную. Я пришел. Ура, папа пришел. Машуня, а ты почему дома? Твоя жена умчалась, никому ничего не объяснила. Ладно, иди пока к себе поиграй, я сейчас поем, потом порисую. Бросила ребенка, бросила больную свекровь и неубранную квартиру. А я до тебя дозвониться не могла. Я телефон отключил, был на совещании. Мама, у нас есть что-нибудь поесть? Я не знаю, что твоя благоверная приготовила, но мне она овса сварила. И как только совести хватило. Ура. 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 Мouseку. Нуа, твоя жена за это время меня в гроб загонит. Опять двадцать пять. Я уехал. Тихо, тихо. Бабушка, а мама когда приедет? Ой, понятия не имею... Паша, извини, я не могу сейчас говорить... Ирина. Да бог с вами, вы в своем уме, это ж ужасно рискованно! Зато мы спасем ногу. Алексей Федорович, это же Оля Семина. Помните, мы практику вместе проходили? Какое-то имеет значение. Вы что, на рожное время тянете? Она мало же меня. Вы понимаете, у нее ни детей, ни мужа, никого. Она одна. Мама похоронила недавно. Давайте попробуем сохранить ей ногу. Я в этой авантюре принимать участие не желаю. Хотите, берите ответственность на себя. Делайте так, как считаете нужным. Я могу сказать только одно. Я ничего не знал. Дальше выкручиваетесь сами. Спасибо. Я могу готовиться к операции? Готовьтесь. Пустите бедного странника переночевать. А вы авантюристка, авантюристка, доктор Мишина. И меня в свою авантюру втянули. Ладно, ладно. Ладно, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Если без осложнений можете ставить свечку Богородицы. А эта ваша подружка до конца своих дней пусть за вас молится. Это не подружка на мне, Алексей Федорович, просто соседка. Ну вы поймите, как оставить молодую женщину инвалидом? Ладно, давай, показывай своей каракулей. Ага, ну толку. Ну теперь хоть понятно, чем вы мотивировались, принимая ваше безумное решение. Леонид, вы домой вас подвезти? Нет, я еще хочу Ольгу посмотреть. Ну понятно. Спасибо. До свидания. До свидания. Жалко, что ты уезжаешь. Обещай мне, что будешь звонить каждый день. Обещаю. Эх, красота. Райское местечко-то. Да. Я бы работал здесь всю жизнь. А я бы лучше отдыхал. Идея шефа мне больше нравится. К сожалению, наш генеральный директор Артур Каренович сейчас находится на лечении в Израиле. Пробудет там весь месяц. Поэтому на все ваши вопросы, уважаемые господа, придется отвечать мне. Анна Кирилловна, мы намерены проверить, как соблюдается на вашем предприятии санитарное законодательство. И законодательство в области защиты прав потребителей. В первую очередь нас интересует, как организована работа по выполнению санитарно-противоэпидемических мероприятий. Ну и помимо непосредственного контроля на местах, мы должны провести документарную проверку. Ну что ж, вот список документов, которые вы нам просто обязаны предоставить. Пожалуйста. Любая информация, Павел Петрович, будет предоставлена вам по мере требования. И вообще я нахожусь в полном вашем распоряжении. Ну что же, господа, тогда приступим к осмотру комплекса. Паш, что ж ты уехал? Даже не предупредил. Я пытался, но ты даже не захотела со мной разговаривать. Паш, ну подожди, я виновата. А теперь я не могу. Извини. Мама, не хочу в садик. Надо, Маша. А ты мне заберешь? Конечно, заберу. Мама, не хочу в садик. Мама, не хочу в садик. Мама, не хочу в садик. Ирина, тебе не кажется, что наш холодильник пуст? Где йогурты, где соки? Есть простокваши, есть яблоки. Полезная, здоровая еда. Ты будешь меня учить, что полезная, что нет? Да кто ты такая? Генеральская сноха, как вы любите говорить. А тебе не нравится быть генеральской снохой? Тогда надо было выйти замуж за шофера. И вообще тебя тут особенно никто не держит. Можешь собираться и уходить. А это не вам решать. Я уйду из этого дома только с вашим сыном, которого люблю. Ну, мы это еще посмотрим. Захочет ли он с такой женой уходить из родного дома? Ну, что ты плачешь? Ну, опять с мамой поругались. Ну, она же, в конце концов, взрослый человек. Сделай-то и скидку на возрастные изменения. Я понимаю. Хорошо, пока мне некогда. Машунку поцелуй от меня. Давай-давай, через пару-тройку дней я приеду. Что, домашние проблемы на отпуск? Ой. Безольда Генриховна, вы извините меня. Как вы себя чувствуете? Отвратительно. Я вызвала скорую помощь. Ну, а зачем? Давайте я вам сама укол сделаю. Никогда. Иди, открой дверь. Приехала скорая. Здравствуйте. Проходите. Нам куда? Сюда прямо. Спасибо. Ну, и как вы оцениваете наше санитарно-гигиеническое состояние гостиничного коллекса, господин инспектор? Только в превосходной степени. Жалко только, что этот рай через два дня закончится. Так а ты оставайся у нас. У нас здесь море, солнце, любовь. Увы. Обременен службой и семейными узами. Черт бы их побрал. Что, жена с характером? Да и мать тоже. Все время что-то делят, делят, пилят друг друга. Остачертили уже. Бедненький ты мой. Ну, иди ко мне, я тебя согрею. Ну, пожирей меня. У меня мур-мур. Серьезно, это дама, ваша мамаша. Это моя свекровь. А, ну, ничего катастрофического я не увидел. Померили давление, 130 на 85 в ее возрасте идеально. Ну, пульс немного учащен, но я-то не смертельно. В общем-то, нам здесь делать нечего. Спасибо вам большое. Мой опыт мне подсказывает, что ваша свекровь все проблемы решает вот такими вот приступами. И теперь она уже уверена в том, что действительно тяжело больна. Так что вы проследите, чтобы она лекарствами не злоупотребляла. Хорошо? Спасибо. Да не за что. До свидания. До свидания. Не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok Ядовитая женщина. Да. Я согласился бы стать начальником исключительно потому, что самые красивые бабы достаются почему-то ей. Он бы согласился. Тебе кто предлагал-то? Ой. Ну, почему? Я целый месяц пропахал, а он целый месяц развлекался. Так, Макрицын, ты что сказал, когда сюда только приехал? Я мечтал бы здесь уже сработать, а Павел Петрович мечтал здесь отдыхать. Так что, Макрицын, мечтать надо правильно. Передавай привет Сергею Ивановичу. И скажи, что мы его помним, ценим и любим. Еще бы. Макрицын, мечтать надо. Доброе утро, мама. Доброе утро, Маша. Ты поспи еще немножко. Мы с ней в садик не пойдем. Бабуля заболела. Бедная бабуля. Поспи. Привет. Привет. Как съездил? Да, как обычно, ничего нового. Как мама? Ничего, я к ней заходила, она сейчас спит. Вчера вызывали скорую. Врач померил давление. Температура все в норме. Госпитализировать отказались. Черт. Можешь позвонить Федорову, пусть ее устроят в свою клинику на обследование. Для нашего спокойствия. Доразина, ляжет к Федорову. Ляжет, я уговарю. Звони. Звонить? Не волнуйтесь, Ирина Ивановна, никакого беспокойства. Что-нибудь придумаем. Ждем вас. Все, мам, собирайся. Поедем в клинику к Арине. Ой, никогда. Твоя жена Илюшка Федоров. Меня залечит. Так, страшилки свои выброси из головы и собирайся. Я их боюсь. Мам, ну, а инсульт или инфаркт, это не боишься? Ну, все, не капельничай, собирайся. Ну, хорошо, скажи ей свое благоверное, чтобы она собрала мои вещи. Ну, что у вас случилось? Надеюсь, травмы получены не в результате драки с мамой? В холодильнике не оказалось соков и йогуртов. Изолита Генриховна устроила мне избучку и сказала, чтобы я убирался за этим. Она набросилась на меня с кулаками. Это неправда. И не приступ у вас вовсе был. Обыкновенный шантаж. Я, Павел, не хочу ее больше видеть. Мама, это моя жена. Сейчас я назначу курс лечения и поживу медсестру. И Зольда Генриховна, все будет хорошо. Я просто обязан вылечить вдову академика Мишина, к которому я всегда относился и отношу, с огромной любовью и симпатией. Хотя он до конца своих дней оставался моим непримиримым научным оппонентом. Не волнуйтесь. Ну, вот видишь, мам, а ты волновалась. Ну, Павлик, придумай что-нибудь, чтобы я ее не видела. Я не переступлю порога нашего дома, пока она там. Мам, ты давай лечись. Когда вернешься, мы соберемся вместе и решим, как нам жить дальше. Если будешь настаивать, мы уйдем. Ну, как ты так можешь, Павлик? Мама, а почему ты такая грустная? Я не грустная, Маша, у меня просто голова болит. Давай еще немного погуляем, а? Давай. Да, Оль, уже выписывают? Ой, забыл совсем. Конечно, встретил. Все, целую, пока-пока. Маш, ты то ли из больницы выписываешь? Надо ей помочь, встретить ее, да? Побежали? А сейчас новый аттракцион. Так, все сидят на своих местах и смотрят на восьмое чудо света. Сама-сама. Мама! Я знаю, что эта Федоровна не хотела всю ногу от тебя пать, а ты не дала. По частям ее собирала, ночами со мной сидела. Я твоя должница теперь. Давай, проси. Что хочешь? Ну, перестань. Главное, это нога цела и слава богу. Я вот так думаю, как ты теперь одна, тебе же помощь нужна. А чего это я одна? Я тут уже договорилась, поживет у меня за денежку, да? Кто? Кто-кто? Фая, операционная сестра. Ну, ладно. Зато сама скоро оклемаюсь, и всем это хорошо. На нотом. Подожди, ты привез мне подарок? Подарок? Папа, я не купила тебе куклу, просто забыла ее на работе. Да. Пойдем есть в рожок, принесет тебе завтра. Так а завтра не забуду. Не забуду. Спокойной ночи, Машенька. Фух. Паша, я так больше не могу. Не могу слушать упреки твоей мамы. А в чем она тебя упрекает? Потому что я плохо слежу за домом, в том, что я плохо воспитываю дочь, плохо ухаживаю за тобой, за ней. А я прихожу домой, только и делаю, что драю, стираю, убираю. Посмотри на мои руки. Разве это руки хирурга? Такими руками вообще запрещено оперировать людей. Да, мам, не права. Ну ничего, сейчас полежит в клинике, успокоится, а потом я с ней поговорю. Бесполезно, Паш. Ну почему, мама вполне разумный человек. Только ей больше подходит сноха домработница, чем сноха врач. Ну, не преувеличивай. А мне есть дело, которое я люблю. Что, больше, чем семью? Я очень люблю тебя и Машу. Это совсем разные вещи. Ну и что ты предлагаешь? Давай снимем квартиру и будем жить отдельно от мамы. Ты что, с ума сошла? Знаешь, сколько это будет стоить? Да еще домработицу для мам нужно будет нанимать. Я так больше не могу. Ну потерпи уж, потерпи. Вот такая мама, ничего не поделаешь. Ну да, действительно. Из-за льда. Как вы замучили, замучили меня уже своими претензиями. Что ты, что мама. Вы меня достали еще в командировке. Мне перед людьми было неудобно. А я, между прочим, проводил инспекторскую проверку. Заладил. А я хирург, я хирург. А я замначальника отдел. И что дальше? Ты мне не кричи. Я пока ищу твоя жена и мать твоего ребенка. Слушай, я иногда, честное слово, думаю, зря их жениться. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Мама, у тебя опять голова болит? Нет, Маша не болит. Мама, а почему ты опять такая грустная? Я не грустная. Я задумчивая, Маша. Здравствуй, здравствуй, Павел Петрович. Проходи. Ну, с приездом. Спасибо. Мне уже звонили из Полянска. Передали, что проверку провел хорошо, профессионально и очень корректно. Спасибо, Сергей Иванович. Как там поживают наши общие знакомые? Просили передать вам, что помнят вас, любят и ценят. Это хорошо, хорошо. Не ошибся я в тебе. Ну что, пиши отчет, жди приказа. Наверху тобой довольны, так что готовься к повышению. Так, больной Фартусов. Этим больным займетесь вы, Ирина Ивановна. Что с вами? Вы нездоровы? Готовила обед, порезала палец. Парез глубокий, палец не сгибается. Прошу на операцию с Фартусом поставить другого хирурга. Ирина Ивановна, вот от вас я этого не ожидал. Я же тысячу раз повторял, что руки и голова главные инструменты хирурга. Подвели вы нас, Ирина Ивановна. Считайте, на неделю один хирург у нас выбыл из строя. Я так рада за тебя, Павлик, отмечен в приказе. Закончишь кандидатскую, я думаю, пойдешь на бывший. Надеюсь, мама, надеюсь. Твои как дела? Что сказал Федоров? Надо пройти курс лечения. Это десять дней. Вот отлично. Лежи, лечись. А как ты там один, без меня? Мам, нормально это все. Нормально. А как там твоя Ирина? Фацапались, конечно. Ладно, обойдется. Ну, как же мне не переживать. Павлик, она же без меня тебя со свету сживет. Мама, все, успокойся. Тебе нельзя волноваться. Изольда Геннериховна, пора ставить капельницу. Ну, все, я побежал. Звони, если что-то понадобится. Пока. Ложитесь. Ольга, возьмите, пожалуйста, вам почта пришла. А что это за куча? О! Паша. Привет, Оль, как ты? Привет. Ты уже намного лучше, как видишь. Ирине, спасибо. Да, Ирка, молодец. Ты домой? Да, диссертацию пишу. Давай, помогу. Ой, это здорово. Пошли. Спасибо. А хотите? А почему ты меня так рано забрала из садика? Потому что у меня все больные выздоровели. Такого не бывает. Бывает. Ты такой хороший врач, что всех выздоровели? Да, я хороший врач. Только ты права, Машенька. Всех вылечить невозможно. А папа когда придет? Я не знаю. Он мне обещал принести куклу. Обещал, значит принесет. Я, Паша, вообще на людей по-другому стала смотреть. Ну, практически что Света вернулась. Так что ты не думай. Я тебе помогу. Я и матушкой твоей займусь, и Ирине по дому помогу. С Машкой посижу. Никаких проблем. Я же теперь как в академическом отпуске. Спасибо тебе большое, Оля. А то я уж даже не понимал, как эту ситуацию разрулить. Сама же видишь, что происходит. Угу. А хочешь, я тебе с диссертацией помогу? Было бы здорово. Все, договорились. Со всех ног бросилась курочка к кузнецу. Кузнец, кузнец, дай скорее хозяину хорошую косу. Хозяин даст коровушке травы, коровушка даст молока, хозяюшка даст мне маслица. Мама, где папа? На работе задерживаются, наверное. Значит, я не увижу своей кукле. Так, ну, вот как-то так. Слушай, супер, спасибо. Черт, у меня уже глаза устали. Да. Может, тебе чай кучу? Или... О, да нет, пожалуй, пора. Ого. Так, знаешь что, давай я с тобой, а то сейчас Ирка тебе скандал устроит. Да что-то она даже не звонила. Ой-ё. Батарейка села. Ну, все, теперь не точно, Бенц. Ну, так, тогда, кто-то не волнуйся, сейчас разберемся. Давай, все, пошли. Ты-то куда? Я буду тебя отмазывать. Давай. Подожди, не так быстро. Подожди, Паша. Ира! Ирка! Ира, ради бога, прости, это я во всем не знаю. Маша, Свет, что ты кричишь? Извини, пожалуйста, я говорю, я Пашу на чашку чая зазвала, а потом я ему просто реферат показала, он мне начал его править, и вот это засиделись, понимаешь, слово за слово. А у него это, телефон сел, его... Прости, пожалуйста, это я во всем. Реферат они правили. Ладно, пойдем чай пить. Чего вы в коридорте стоите? Ира, ну, прости, ну, мерзавец, страшно мерзавец. Ладно. Ты, Маша, куклу купил? Ой, черт, забыл. Слушай, купи самую. Паш, ну, честное слово, ребенок ждет. Ира, времени нету, понимаешь? Завтра мне еще в отчеты командировки писать. Кстати, я, Паша, уже говорила, я отпуск взяла, ну, для диссертации. Хочешь, я тебе помогу? Я могу по дому там к из Ольги сходить. Куклу куплю, ходи. Ну, вот видишь, Оля, тебе поможет. Поскольку тебе не стыдно, честное слово. Оля после тяжелой операции, а ты на нее насел. Ну, мне даже приятно, ну, чего ты? Ну, видишь, ей приятно. Откажешься, я обижу тебя. Ну, Оля, Оля, все, все, не обижайся, все. Дай, присаживайся. Ладно, девчонки, беседуйте, а я спать пойду. Чего-то устал я очень. Ира, сядь. Расслабься, пока из Ольги в больнице. Расслабься, пока из Ольги в больнице. Расслабься, пока из Ольги в больнице. Ты только одна и заботишься обо мне. Павлик все время занят, а та, конечно, приходит. Но я ее не могу видеть. У меня от ее визита вдаль у нее подскакивает. Ой, ну, зачем вы так? Да Ира, она прекрасный человек, и врач прекрасный. Соня, Соня, подруга моя дорогая, мы же собирались вас поженить. А она вот придумала, убралась на тот свет раньше времени. Ну, да, честно вам сказать, я всегда о Пашу мечтала. Да я и сейчас его люблю. И прекрасно. Вдвоем мы сможем изменить ситуацию. Как? Да Луныра любит. Ничего подобного. Это раньше он любил ее без памяти. А теперь уже все другое. Так что не бойся. Я научу тебя, что надо делать. Садитесь. Заходи. Так. Давай пальтишко снимем. Садись. Неудобно. Знаешь, вообще, как давно я тебя люблю. Знаешь, что у меня инфаркты, у меня как-то, что-то случилось с вами. Ира, подожди, я сейчас все объясню. Маша. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Ты можешь неправильно все понять. Это. Вот. Ну, отчего же, все я правильно поняла. Наверное, реферат провели. Анна Семеновна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы не могли бы побыть с Машей. Я на работу туда-обратно. Очень быстро. Паша занят. Не волнуйтесь. Все будет хорошо. Конечно, тут будем. Ну, давай, дядя. Ай, умничка. Ну-ка, давай порисуем. А маме папа. Ну. Кого бы мы нарисуем? Дедушку. Дедушку. Ну, хорошо. Алексей Федорович. Да. Я вот тут заявление. Ирина, что стряслось? Почему вы увольняетесь? Вы, пожалуйста, подпишите заявление. Я не могу ни секунды оставаться в этом городе. Вы только, пожалуйста, не спрашивайте мне ни о чем. Ириша. Ириша, голубушка моя. Господи, ну нельзя же так сразу с бухты барахнуть. Да перест... Да подпишу я ваше заявление, Ира. Мне очень жаль. Простите. Я думал, что воспитал себе смену, что ты заменишь меня в операционного стола. Спасибо вам, Алексей Федорович, за все. А не за что, Ириша. Не за что. Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Будьте добры, два на ближайший у Семеновска. Мне нужны купейные и нижние полки. У меня маленький ребенок. Будьте добры, два на ближайший у Семеновска. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон» Спасибо. 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 Спасибо.